вот значит что мы встретились здравствуйте да то есть меня зовут артем как же себя обозвать то я даже не знаю я работаю в команде значит алексея иванова и юрия зайцева юрия зайцева это продюсер алексей иванова да то есть сразу или просто хочу погодиться да то есть один из лучших писателей или лучший писатель до данный момент почему в сердце пармы потому что есть роман сердце пармы недавно вышел фильм да то есть его признали самым лучшим фильмом этого года вот и как раз вот к выходу вот этого фильма ребята значит титаническими трудами да то есть они выпустили первый путеводитель который вокруг романа через две недели буквально у нас выходит железный пояс а железный пояс что это у нас если у нас первую книгу который про которой рассказывал путеводитель это у нас вокруг романа да то есть вокруг фильма да а здесь у нас уже получается более обширно то есть это северный урал под чердани центральный южный урал то есть практически то есть мы добираемся до самого казахстана кто вот примерно помнит да то есть когда-то вышел фильм до хребет россии да то есть парфенов иванов и зайцева вот здесь у нас как раз то есть это четырехсерийный художественный документальный фильм ну соответственно и вышел вот такой альбом то есть это огромный форма формат то есть у кого есть такие книги то есть никому не давайте читать ну и сейчас в наше время то есть вот эту книгу да то есть его можно приобрести уже вот в таком формате да то есть здесь уже идут черно-белые фотографии но здесь все подобрано так что мы здесь все это в принципе видим то есть мы отбирали специальные фотографии да можно уточнить это эконом версия потому что подешевле цена или хотелось других иллюстраций или может быть эта книга не связана скорее всего это эконом вариант да то есть более доступна но она чуть меньше возможно ее можно даже засунуть в карман пуховика то есть такая карманная да единственное что я могу сказать это точно что Иванов родился в Нижнем Новгороде то есть история такая то что он родился в Нижнем на переехали в Пельмь с родителями да потом обучение значит происходило в Екатеринбурге потом работа была в Перми потом снова Екатеринбург и все и вот и сейчас вот человек в принципе человек мира человек мира да то есть вижу его крайне редко то есть общение у нас происходит только по смс ну или телефонные звонки ну я его вижу только на презентациях вот то есть на каких-то книжных яблогах смотрите то есть я уже сказал что железный пояс хребет россии горнозаводская цивилизация то есть это вот такой набор который нам необходим да то есть при посещении всех уральских достопримечательностей да но если же мы прочитали книгу либо посмотрели фильм да то есть и нам все-таки хочется узнать да то есть все вот эти сакральные тайны да то есть вокруг вот этого старинного последнего русского княжества да на Урале то нам нужно как раз вот эти две книжки очень красивые издания да то есть все эти издания они у нас дизайнерские то есть но на полке они очень красиво смотрятся но если мы разворачиваем книги вот так то есть вот каждая книга это отдельный дизайнер то есть он книгу прочитал сделал дизайн в частности вот это золото бунта да дизайнер который разработал знак значения рубль да то есть вот это буква р с палочкой да вот вот то есть вот это у нас такая менее выставка получается галерея современного искусства так а иллюстрации внутри таких книжек есть ну боже мой это взрослые книжки без без иллюстрации у нас иллюстрации только вот в путеводителях да и фотографии а что это признак дурного вкуса что ли в книжках я тоже люблю вот это да ну вот нет а нет кстати нет и бывают книжки ну вот на данный момент если вы хотите смотрите книгу Иванова с картинками то вам нужно дождаться следующей премьеры фильма да ну допустим что у нас будет следующее возможно у нас будет экранизация бронепароходы но к примеру да я не знаю когда это будет но вдруг это случится нет это будет потому что ну это надо то есть у нас книга сердце пармы когда у нас выходил фильм он как раз был в кинобложке и когда мы разворачивали да там были фотографии героев вот в этих костюмах да вот то есть места декорации то есть это мы все могли посмотреть вот вот тогда у нас книга получается алексей Иванова с картинками неинтересно неинтересно ну слушайте да золото бунта прекрасная книга слушайте я на самом деле очень долго ее откладывал я думал что я не справлюсь да потому что самая толстая да то есть историческая да но да вам не будет хватать какой-то информации да то есть у нас есть специальная книга то есть дополнение то есть это у нас художественная а вот это у нас книгу уже получается но у фикшн да то есть здесь мы все документальные да то есть вещи то есть мы это все можем узнать все эти места где же все-таки происходило кто читал эту книгу броня классная книга вообще да огонь да там он так образно пишет очень очень образно да то есть это самое последнее она читается просто удобно она вы тут понимаете такие главы интересные да то есть они примерно это историческая то есть это и стричь когда растут а гражданская война а пока да пока да то есть скорее всего чисто какое-то время будут переиздание потому что если смотрите да то есть у нас же как получается то есть вот у нас золото бунта когда то было вной ко мне да а сейчас у нас золото бунта Абсолютно вот такое Через какое-то время У нас происходит переиздание Слышка, но это Стилистически Нет, я думаю, что краски нам все равно хватит Какое-то Все-таки минералы какие-то будем перетирать Как раньше мы художники делали Вот Интересная книга, кстати Кто прочитал «Бронепароходы» понравится вот эта Это «Теники фитума» С помощью которых мы можем перемещаться Вернее, они могли перемещаться во времени То есть во времени пространства Слушайте, захватывающая книга Написана, знаете Иванов как-то на одной из речей сказал, что Это не самая красочная книга То есть его иногда говорят, что он прям вот все Слушайте, я читал, здесь есть такие Моменты То есть я понимаю, что это прям Не радужное что-то такое Это вот какие-то оттенки черного-серого Это вот то состояние людей Да, вот послевоенного То есть вот Стоит прочитать Кстати, во всех художественных книгах Есть мистицизм То есть везде Но мистицизм это такая, знаете В наше время, мне кажется, изюминка То есть она что-то добавляет То есть первая книга «Сердце Парме» То есть там же прекрасно все вот это То есть ламии То есть вот это превращение в рысь То есть обнаженная женщина Бежит по лесу и не замирает Что у нас Тобол, да, то есть Кому-то можно, наверное, дать почитать Ну, полистать просто книги Тобол у нас это в двух томах То есть это потрясающий труд Наташа, передашь? Вот Тобол читал Нет, Тобол тоже Смотрел Это прям Петровские времена, да То есть это вот Это как раз у нас был столицей Город Тобольцев, правильно? Да Кто читал? Мария? Я боюсь задать этот вопрос Я слышу, что Светлана Да, говорите, давай 89 ровно раз больше меня Я открыла прямо статистику Сколько книг написал Иванов Я не знала Сколько? 89 произведений И 20 произведений Вышли тиражом Полтора миллиона экземпляров Это полтора миллиона Это у нас что? Сердце парны? Там несколько буквально Перечислено Я вижу, что там не все книги В эти 20 входят Я хочу задать вопрос Ламера А может быть есть какая-то рекомендация Как лучше начинать С какой книги? Может быть есть рекомендация Юли Какая книга первая? Ну, вот слушайте У всех по-разному Я, допустим, я люблю историю То есть вот именно Когда-то было давно И поэтому первая книга Это у меня было все-таки Сердце парны Потом, значит, у меня произошел То есть это исторический период Который интересует? Да, да, да Потом, значит, у меня появился Тобол То есть Тобол я прочитал Я был в восторге в полном Почему-то очень долго Я откладывал золото в брук И не знаю почему Смотрите Ну, дальше у нас идет Ну, у меня почему-то маленький экземпляр Остался на ковер То есть это у нас Географ-глобус Прошел, да? На метро Как ты показываешь Здесь красиво Да, то есть вот как раз Я показываю То есть это опять дизайнерская же обложка Покетбук Вот это называется То есть карманная книга То есть наше время То есть это пень Это прекрасный человек Да, который вот Мне кажется, уже эту всю видели И всю читали Всю видели, да Всю читали, да Так, давайте дальше Я только видела Я не читала книгу Она у меня самая любимая книга В моей жизни Да, то есть Ну, соответственно Кто прочитал про они пароходы Я так думаю, скоро Прям очень скоро У нас выйдет Книга называется Речь флот Да Вот Речь флот А там что за исторические Это нонфикшн То есть это будет То есть рассказы о пароходах Да, то есть О владельце пароходов Да, что-то вот Но Да, это будет документально И изюмом там Прямо вот в этом Это опять же будет Графика Елены Васильевны То есть Потрясающе кропотливый человек Который вырисовывает Каждые детальки То есть, представляете Деревянная барка Да, то есть Или что-то еще То есть Вот Так что вот Приобретайте В этом магазине Вернее, в этом шоуруме Больше я не знаю Что мне сказать Давайте дальше помогать Вот это Блуда и Блуда Вот что я не читал Вот это да Светлана? Нет? Нет Ну а что вы можете сказать Про эту книжку? Что-то можете сказать? Зачем она? Зачем она? Самый коварный человек Который здесь находится Вот это вот да Нет Честно Честно вот Даже я Мне сейчас стыдно Да То есть Зачитывать Вот Вот это Давайте Давайте Да, пожалуйста Мне не стыдно Просто я не прочитал Это честно Да Сюда же Можно наверное По временной Вот если Вот сетки делать Это у нас Сюда подают Комьюнити Да То есть Слушайте Ну это вот только Нужно читать Подготовленный человек Потому что там Она 18 плюс Прям 18 плюс А почему с обготовленным? Ну потому что Обготовленным в смысле Тем, кто жил в 90-е Да Да То есть вот в это время Вот почему у нас Вот знаете Еще иногда такой вопрос задают Все остальные будут шутированы Почему книги запечатанные Да То есть вот приходят Вот такие А потому что это 18 плюс Чтобы ребенок Пришедший в магазин Он не смог открыть И не найти Какое-то там Допустим Не очень хорошее слово То есть вот И все И книга Она же очень интересная Она же вот Это вот У Иванова Поразительно То что все книги Они втягивают И затягивают И ты вот Если ты оставил Печатную книгу дома И у тебя нет электронной версии То есть что происходит Ты бежишь домой Я читала библиотечную А потом купила себе Вот Потому что ее хочется Понимаете То есть это же И нравится перечитывать И нравится перечитывать Вот допустим Чердень я читал Сколько Господи Шесть раз Ну у меня были дальние Вот дальние поездки И я понимаю Что я перелистываю страницу И я в принципе Даже переносы помню Вот этих слов Как они выглядят И вот ты читаешь Ну Я У меня почему-то получается Читать Что у меня даже голос в голове То есть И я читаю Вот То есть вот Для себя Вслух в голове Я уже объяснял Да Что к Тоболу У нас идут дебри Да К Золотому бунту У нас идут филы И так далее То есть вот Это как бы Ну знаете То есть Это уже как бы пособие То есть вы открываете Вы уже вспоминать Начинаете Вы начинаете читать Это Ну очень интересно То есть А их надо до После Или во время Слушайте Я думаю Во время То есть Я иногда Открываю Во время То есть вот Тобол Мне не хватало Какой-то информации Образов Да То есть Картинки Какой-то То есть Точности Чего-то Я заходил туда И вот Оно как-то Ну ты дополнительное Удовольствие получаешь От всего Вот Это